Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну вот, дорогие друзья, мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. И мы принимаем первый звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Хочу немного вас поправить. Пожалуйста. Рейтинг Трампа сейчас самый высокий за все время его президентства. Это первое. Второе, насчет Никсона. Никсон не был импичен. Он резайн. И сразу же после того, как он резайн, как только Форд принял президентство, он пардон его. Иначе бы Никсон сел в тюрьму. Абсолютно верно. Не с чем спорить. Но мне казалось, что я так и сказал, что Никсон не дождался импичмента, и он резайн. Ну ладно. Теперь, в отношении президента Трампа, вы понимаете, Феликс, проблема в том, что у него самый высокий рейтинг у республиканцев 93%, но не так называемый overall, среднее число. Поэтому ему еще, конечно, придется немножко поработать, но тем не менее, у республиканцев 100%, у него самый высокий рейтинг, который когда-либо вообще был. Потому что 93% даже внутри своей партии, это очень и очень высокий рейтинг. Спасибо большое. Теперь будем продолжать о том, что мы разобрались с понятием, что такое импичмент. Разобрались с понятием executive privilege, three branches of government, так называемые три ветви правительства. И еще очень важно, чтобы вы знали значение слова underlying crime. То есть underlying crime – это базовое криминальное действие, на основании которого производятся следствия, и сначала производится следствие предварительное, потом идет обвинение, потом идет следствие, и потом уже идет суд, и потом уже идет либо оправдание, либо приговор. Так вот, для того, чтобы начать любое расследование, для этого нужна так называемая базовая криминальная ситуация или происшествие. Теперь, когда, почему сейчас и почему всегда в принципе республиканцы так пытались заняться вот этим расследованием того, что произошло в ФБР и в Министерстве юстиции. Потому что вот для того, чтобы нанять прокурора, специального прокурора, расследовать понятие калужин как такового, сам по себе калужин – это не криминальное действие. Вот в чем дело. Поэтому расследовать что-то, что не является криминалом, это, ну, будем говорить так, это незаконно. Поэтому, что придумали демократы, они придумали самое главное. Они придумали не просто сговор, а сговор в совокупности с конспирацией или сговор, задуманный сговор. И вот именно конспираси – это уже криминальное дело. Теперь, для того, чтобы, ну, как сказать, для того, чтобы усугубить ситуацию с расследованием, демократы к этому еще придумали так называемую препятствие правосудию. То есть, господи, вылетело из головы просто. Вот что значит мысли летают. Ладно, неважно, вспомним. Так вот, препятствие самосудию, вот это является уже точно криминальным деянием. И вот в совокупности криминальное, вернее, препятствие правосудию в совокупности с конспирацией и сговора, конечно же, это вызвало вот тот факт, что наняли специального прокурора, который это все расследовал. Теперь, два года, вернее, восемнадцать, сколько у нас там было, двадцать два месяца, почти два года, без двух месяцев, происходило расследование Маллера. И, в конце концов, когда он составил свой протокол, вернее, рапорт, он написал, что вот после всех расследований и всего так далее, он не нашел доказательств сговора, особенно конспирологического. И поэтому он в этом отношении полностью оправдывает президента. Все. Теперь создается интересная ситуация. Создается ситуация препятствия правосудия. И что вменяют? Значит, десять пунктов препятствия правосудию, которые перечислил Маллер в своем протоколе, репорте. Но, тем не менее, вот даже эти десять случаев, происшествий, не было достаточно для того, чтобы вынести Трампу обвинение в препятствии правосудию. Понимаете? Теперь становится вопрос... И за это, кстати, вот именно за эту, вот эту открытую дверь, и воткнули свою ногу демократы, чтобы ее невозможно было закрыть. И вот они, эту щель вот эту, они ее пытались расширить все больше и больше и больше, но проблема была в чем? Поэтому, если бы у Маллера было достаточно доказательств обвинить Трампа в препятствии правосудию, он бы это сделал, плюнув, даже не задумавшись. Раз у него не было недостаточно данных, чтобы вынести обвинение, это уже говорит о том, что в принципе у прокурора, ведь кем является Маллера? Маллера является специальным прокурором. Работа прокурора в чем? Работа прокурора провести расследование и вынести обвинение. Это не работа прокурора объявить человека невиновным. И вот тут с вами играют в такую интересную игру слов. Кто с вами в эту игру слов играет? Конечно же, представители демократических средств массовой информации и все те, которые относятся к Трампу с не очень большим уважением. Почему? Потому что вам все время говорят, Маллер просто решил перебросить, он мог его обвинить, но он решил это перебросить на рассмотрение Конгресса. Ребята, Маллер, вернее, скажем так, Маллер, если бы, почему Маллер не оправдал Трампа? Это то, что вам говорят демократы. Раз Маллер не оправдал Трампа, значит он, у него что-то на Трампа есть. Ребята, Маллер не может оправдывать Трампа, Маллер может сделать только одно, как любой прокурор, он может провести расследование и либо выдвинуть обвинение, либо просто закрыть дело. Понимаете? А признать невиновным человека может только либо суд, либо, ну, есть еще такое понятие, как Конгресс, то есть Конгресс имеет право принять решение и оправдать. Понимаете? Поэтому, то, что произошло с Маллером, это абсолютно нормальная ситуация, это абсолютно все по Конституции. Он провел расследование, он сказал, что вообще никаких доказательств вины Трампа в отношении Калужин не было, хотя он и очень интересно поставил фразу, не только в связи с Трампом, но и не было Калужин со стороны ни одного американца во время предвыборных голосований. У меня с этим огромная проблема. Почему? Потому что тем, что он говорит, что ни один американец не участвовал в сговоре с Россией, прошу прощения, но ведь практически, и это, я думаю, что это будет доказано, когда БАР назначит специального прокурора, будет нам объявлено о том, что был сговор, но сговор был между госпожой Клинтон и Россией. Поэтому то, что сказал Маллер, оно очень такое, знаете, оно вроде бы и незаметно, такое, ну, подумаешь, там, сказал и сказал, но с другой стороны оно имеет очень большое значение, потому что когда, вот попомните мои слова, когда начнут обвинять Клинтон, то тут же демократы скажут, ребята, читайте внимательно протокол Маллера. Он явно сказал, ни один из американцев не участвовал в сговоре с Россией. Вот просто попомните мои слова, а потом посмотрим, как это все будет играть дальше. Но пока что Маллер написал, что никаких доказательств в сговоре нет. Это его право. Он не снял обвинение, вернее, он не выдвинул обвинение и он не оправдал. Он просто сделал вывод в завершение своего расследования, что у него, он не нашел никаких доказательств. Теперь, то, что касается препятствия правосудию, он сделал это еще более, ну, как сказать так, чтобы вы не обиделись, ну, поступил как самый большой негодяй и подонок. Почему? Потому что ведь он мог точно так же сказать и в отношении препятствия правосудия. Он мог сказать, что у меня, я не нашел доказательств того, что было препятствие правосудию, поэтому я закрываю расследование и на этом все. Нет. Он сказал, что я не нашел достаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа. Вы понимаете разницу? То есть, раз он не нашел достаточно, это по логике демократов, ну, и, в принципе, по логике говорит о чем? О том, что было, просто недостаточно, чтобы его обвинить. Ах, так, раз оно было, значит, демократы тут же все восемь там комитетов бросились высылать цепины окружению Трампа и ему самому. Так вот, теперь мы подходим к двум понятиям, о которых я вам говорил ранее. Это executive privilege и underlying criminal act или action. Значит, вот эти все комитеты, включая комитет юстиции, комитет расследований, комитет разведки, комитет по оверсайд, по надзору, финансовый комитет и так далее, они все бросились высылать цепины, выслали восемьдесят одну цепину семидесяти девяти персонам. То есть, кто-то получил цепину дважды. И вот теперь Трамп в своем интервью буквально, по-моему, вчера, либо вчера, либо позавчера, он очень четко объяснил народу, очень четко. Он сказал, ребята, после двух, почти двух лет таких сложнейших расследований, после двух лет такого количества опрошенных свидетелей, такого количества бумажной работы, такого количества проверки документов и так далее, потратив двадцать, там, пять миллионов долларов, шестнадцать или семнадцать ищеек Малера, которые явно работали не в мою пользу, ничего не нашли. И раз это было записано в заключении Малера, я не дам ни одному из своих работников бывших и теперешних администрации президента, включая себя самого, ни одного кусочка информации, которую запрашивают эти комитеты. Почему? Потому что эти комитеты занимаются ничем другим, как превышением своих полномочий. Помните, о чем мы говорили? Separation of powers. Эти комитеты превышают свои полномочия тем, что они хотят получить вот эту всю информацию, эти опять же слушания и так далее. Почему они переступают свои полномочия? Потому что изначально у них нет криминального действия со стороны ни одного представителя администрации Трампа, включая самого Трампа, для того, чтобы начать расследование с их стороны. Понимаете? То есть, то, чем занимаются комитеты демократов, они занимаются самым настоящим, самой настоящей так называемой рыбалкой. Они пытаются удить какую-то, выудить какую-то рыбу. Причем они удят не одним крючком, а они прямо забрасывают широчайший невод в воду и начинают это все делать, тянуть. А вдруг что-то попадется. Понимаете? И вот этим самым они превышают свои полномочия. Поэтому Трамп сказал, что я вплоть до того, если они не оставят меня и мою администрацию в покое, я использую свой executive privilege, где он, пользуясь этим понятием, откажется предоставлять любую информацию этим комитетам, что в свою очередь заставит эти комитеты обращаться в суды. И в суде им нужно будет доказать, зачем им нужна эта информация, какие преступления они расследуют. То есть, вы понимаете, это уже не будет разговор идти о том, что нам кажется, что Трамп обманул АРС, заполняя свои налоговые. Нет, 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 ребята, то, что вам кажется, это креститься надо. Вы покажите, откуда у вас информация о том, что это действительно произошло. И вот тогда мы заставим Трампа судебным путем выдать вам эти документы. Понимаете? Вот о чем шел вчера мой спор с Алексеем. То есть, то, что они подадут в суд, конечно же, Трамп не даст ни одного куска информации. Ни одного. Мало этого, у Трампа был такой адвокат по фамилии Магген. Это был его адвокат в Белом доме. И когда начались расследования Малера, они повесткой вызвали этого адвоката Магген для дачи показаний. Магген получил разрешение от Трампа. Почему? Потому что в Америке еще никто не отменял так называемые attorney-client privilege. То есть, это привилегированная информация между адвокатом и клиентом, которую, кстати, просто наглейшим образом переступил Коэн, бывший адвокат Трампа. Так вот, Магген получил разрешение от Трампа на дачу показаний. Он 29 часов давал показания Малеру. И ничего. Вы представляете себе, если они после всех этих дел его отпустили и не вынесли ему никаких обвинений, не заставили, не посадили его до расследования и так далее. То есть, они ничего за эти 29 часов не нашли. Так вот, теперь этому Маггену опять прислали повестку в два из этих комитетов. В комитет по разведке, Intelligence Committee и комитет по расследованию. И Трамп сказал, никаких больше разрешений на разговор ни с кем я Маггену не дам. Забудьте про это. Все. Он мой адвокат. Адвокат Бел. Он не имеет права без моего разрешения давать показания. Я ему этих разрешений давать не буду. И вот мы сейчас подошли к той точке, где начинает немножко проясняться. Я надеюсь, я смог для вас прояснить то, что сегодня происходит. Значит, демократы пытаются всеми путями очернить Трампа. Они роют носом землю. Причем, они это будут делать. Почему? Потому что иначе они Трампа не победят. Что бы вам ни говорили, кто бы вам ни говорил, как бы вам... То есть, вас не пытались в этом убедить. Демократы прекрасно понимают, что если они не очернят Трампа, если они не попытаются добиться его импичмент, если они не попытаются как-то просто забросать его вот этими судебными повестками, им не выиграть у Трампа ни Джо Байден, который сегодня объявил о своем участии, ни дядюшка Сэндерс, ни тем более вот эти все ушлепки, которые вот там типа Кэмела Хэррис и этот Кори Букер и так далее. Нет сегодня человека у демократов, который бы победил Трампа это раз, а во-вторых, у демократов нет никаких решений и вопросов для того, чтобы победить Трампа. Почему? Потому что они вот эти два с половиной года не занимались ничем, кроме как расследованием Трампа. И похоже, что и следующие полтора года они тоже будут заниматься только расследованиями и очернением Трампа. Так вот, то, что я хочу, чтобы вы поняли, и опять же, это, поверьте мне, то, что я вам сегодня рассказываю, это не потому, что я такой умный, я прямо там адвокат. Нет, есть люди, которым я верю безоговорочно. Одним из этих людей является Марк Левен. Чтобы вы знали, что Марк Левен, он не просто ведущий на телевидении или ведущий на радио. Нет, Марк Левен является конституционным адвокатом. Он является комитетом, он когда-то представлял собой, он был председателем комитета по исследованиям конституции. Это человек, который знает конституцию вдоль и поперек. И он не только потому, что он консерватор, он просто очень четко и очень понятливо и очень доходчиво объясняет все положения конституции, которые абсолютно не предвидят никаких побед со стороны демократов по отношению к Трампу, я имею в виду в их судебных расследованиях, в запросах и так далее. Запомните, много шума из ничего. Вот эти все запросы, эти все интервью по радио, по телевидению, в газетах, это все просто такая шумовая завеса для того, чтобы создать какое-то общественное мнение в надежде на то, что мы все-таки сможем Трампа очернить. И даже если не импич, то, по крайней мере, как-то снизить его рейтинг. Вот. Поэтому я сегодня, дорогие друзья, я потратил час почти на то, чтобы как-то вам объяснить ситуацию, прояснить ее для вас, чтобы вы поняли, что когда вам будут втирать очки всеми вот этими заумными словами, типа там underline и так далее, criminal и так далее, чтобы вы поняли, о чем идет разговор и как это работает именно в отношении Конституции. Вот. Теперь на этом слове мы уходим на рекламную паузу, обязательно вернемся. Ну, если у кого-то появятся вопросы, я на них постараюсь ответить. Ну, а иначе мы обсудим немножко другую тему. Оставайтесь с нами.